Потому что в нем есть наркотические вещества, и это слабо в действии наркотик, кофе, так же как чай. В чае тоже, кстати, есть кофеянин, а в этом вот чае черным, который никто не знает, что он на самом деле черным не растет никогда, это тот же самый зеленый чай, просто первый раз его получили, когда в Англию первый раз чай везли из Индии, то этот парусник, он попал в шторм, и в результате чай залило водой. Пока он доехал до армии, он ферментировался, то есть, другими словами, прокис. В результате он стал черным, и было так, как делать нечего, надо продавать товар ценный, но оказалось еще вкуснее зеленого, когда его начали заваривать, оказалось, что еще вкуснее, ну и продали его весь. И потом уже там в Англии говорят, нам черный нужен, нам не нужен зеленый. Ну и начали зеленый в результате, черный поставлять. Но там в этом вот черном чае есть еще и ЛСД, вдобавок, но это то, чем баловались хиппи в Америке в свое время. Ну то есть, такой галлюциноген. Другими словами, есть продукты, которые... Что такое невежество? То есть, невежество, это связано с разумом уже, благость, страсть, невежество. То есть, когда у человека разум активен, он способен побеждать вредные привычки, когда человек находится в состоянии оптимизма, способен прощать, способен на внутреннюю духовную жизнь. Это значит, что он живет в благости. Если человек постоянно занят чем-то, он сильно напряжен, у него очень мало свободного времени, он постоянно к чему-то привязан, ему не нужны деньги, нужна квартира, он без этого не может жить, то он находится в страсти. Жизнь страсти разрушает здоровье. Благостный человек, он тоже стремится жить хорошо, но он не привязывается к квартире. Если нет возможности ее сейчас приобрести, он живет спокойненько дальше и радуется жизни в том месте, где он живет. То есть, это более правильный способ жить, и он дает здоровье. Если человек сильно хочет того, чего у него нет, тогда получается все наоборот. То есть, страстные люди живут в будущем, постоянно планируют на будущее, хотят будущего. Неверстные люди живут в прошлом, а благостные люди живут в настоящем, радуются в настоящем. Живут, однозначают, радуются чему-то. Благостный человек на будущее смотрит с оптимизмом. Прошлое он свое прощает. И в настоящем он живет. Но страстный человек живет постоянно в будущем. Можно привести пример. Человек стоит на остановке и ждет, когда придет автобус. Смотрит в эту сторону. Пришел в автобус, он ждет, когда он доедет домой. Потом, когда он доехал домой, он ждет, когда начнется футбол. Когда футбол начался, он ждет, когда запьют гол. И так вся жизнь проходит. В том раз и умер нечаянно. И не дождался того, чего хотел. Ну, то есть, надо жить сейчас, прям быть радостным сейчас. Во трамвае, на остановке учиться жить счастливо, где бы человек не находился. Это благость. Так есть продукты, которые по своему, по своей натуре, они более добродушные, будем так говорить. Это фрукты, в основном. Сладкие специи. Ну, то есть, более сладкий вкус означает больше благости. Сладкий вкус. Острый вкус находится в страсти, горький в невежестве. То есть, если люди горько много едят, они немножко депрессируют. Больше сладкий вкус не означает только сахар. Допустим, молоко – это тоже сладкий вкус и хлеб. И так далее. Морковка, свекла. Ну, это сложная тема для понимания. Ну, то есть, есть благость, страсть и невежество. Жизнь благости улучшает деятельность ума. Человек более спокойный, удовлетворен, если он питается благостными продуктами. Если он... Мясо, кстати, относится к невежественным продуктам, согласно религии. Мясо, рыба. Когда человек ест слишком жареную пищу, слишком острую, слишком кислую, слишком соленую, то он развивает в себе страсть, безудержные желания. То есть, вкусы должны быть сбалансированы. Слишком сладкая тоже страсть. Вкусы должны быть сбалансированы. Это благости. Питание очень много, мясо, вино, соответственно, тоже в невежестве находится. Вино, пиво, вобла, соленое. То есть, свежая пища в благости, прокисшая, то есть, маринованная, уже ближе к невежеству. Соленая тоже, соленые продукты ближе к невежеству. Ну и, соответственно, когда пиво пьешь с мороженым, его не будешь есть. Его будешь есть вместе с воблой. Квашеная капустка, вобла и все прочее жизни тоже квашеная наступает. Видите, горького вкуса очень много получается. Горького, кислого, соленого. Ну ладно, движемся дальше. Я хотел, ну вот в основной это медитация, соблюдение режима дня и жизнь благости в целом дает лечение ума. Ну, естественно, что на ум также влияет правильное отношение, правильное общение. Но это все входит в жизнь и благости. То есть, способность прощать, просить прощения, чтобы человек всегда следил за тем, какое у него настроение. То есть, если настроение плохое, надо понять, почему. Надо искоренять эту причину, опять же, внутри себя. Это называется внутренняя жизнь. Часто люди искореняют причину, как в том анекдоте, да, если Сара должна, как бы и беспокоиться, то я звоню тому, кому она должна, говорю, что она не отдаст. И говорю, Сара, спи спокойно, он тебя уже не будет просить. Я ему сказал, что ты не отдашь деньги, да. Ну, то есть, решать надо проблему внутри себя. То есть, не снаружи там пытаться... Ну, снаружи тоже надо решать, конечно. Но пока в сердце человек не решает проблему, ум не успокаивается. Я хотел бы также поговорить о каких-то искусственных, внешних методах, которые поддерживают человека в благости. Может быть, они не искусственные, они естественные, но внешние. То есть, есть своими силами поддержания себя в благости, есть поддержание с помощью какого-то воздействия. И мы знаем, что, допустим, химические вещества действуют на грубое тело. Точно так же есть вещества, которые действуют на тонкое тело или на психику человека. И мы тоже знаем такие воздействия. Например, мы знаем, что хорошая музыка успокаивает человека, то есть воздействие через слух. То есть, эти воздействия идут через чувства человека, потому что чувства связаны с умом. Мы вчера об этом говорили. Итак, слух — это самое главное чувство, и поэтому музыкотерапия дает сильный эффект при депрессиях, при различных состояниях, в которых человек чувствует себя обиженным или ему чего-то не хватает в жизни. Духовная музыка, лекции, которые учат правильной жизни, они сильно влияют на ум. Так же влияет на ум тактильное чувство. В следующем месте после слуха стоит тактильное чувство. То есть, надо носить чистую одежду. Одежду, которая приятна по цвету, это успокаивает ум, особенно женщинам, важным. Потому что у них тактильное чувство сильнее развито, чем мужчины. Поэтому женщинам надо также носить одежду, которая не причиняет им беспокойства. Мужчина часто что одел, то и к теме пошел. Но женщина не может так входить. Ей нужно входить в то, что не вызывает у нее беспокойства. То есть, ей нужно серьезно выбирать себе одежду. Потому что тактильное чувство очень сильно развитое. Поэтому надо это делать, иначе беспокойство и ум будут находиться. Дальше следующее чувство зрения. Поэтому мы в квартире не вешаем флаги, знамена. И обои в квартире не в полосочку и не в пушечку. Там пушки, ружья, да? Они в цветочек. То есть, природа успокаивает. Есть женские энергии, есть мужские. Мужские это флаги, пушки и ружья. А цветочки, рюлечки и всякие узорчики такие. Это женская природа. Считается, что женская природа успокаивает, мужская возбуждает. Поэтому мы можем видеть, что вся квартира, она обычно... Какую природу имеет? Обои, шторки. Женскую. Кровать не как казарме, да, такая. То есть, она какими-то узорчиками, так, мягенькая. Это все женская энергия. То есть, женская природа успокаивает. Поэтому все в квартире имеет женскую природу. Соответственно, мягкие тона должны быть в обои и так далее. Шторки, обои. Если что-то слишком яркое, такое жесткое свет имеет, то это не успокаивает ум, не дает человеку отдых. Следующее чувство – это чувство вкуса. Человек должен в основном кушать вкусную пищу. Не ту пищу, которая... Ну и вкус. Вкусная пища – это на 50% согласно Айурведе – это пища, приготовленная с любовью. Ну, допустим, можно поставить такой эксперимент. Одну и ту же лапшу кто-то жарит с любовью, любимый человек. Или жарит какой-нибудь человек неприятный. Допустим, в состоянии алкогольного опьянения. Все приготовление то же самое. Технология такая же. Точно столько же соли, такой же рецепт. То же самое. Все пожарили, подали на стол. Поднимите руку, кто... Вот человек будет в алкогольном опьянении, он будет в косыночке, чтобы запах спирта не пропитывал лапшу. Кто будет есть его лапшу? Поднимите руку. Никто не будет. А любимого человека лапшу кто будет? Ну, многие будут. Кто-то не любит лапшу просто. Ну, идея в чем заключается? В том, что... Видите, очень важно, кто готовит. Но часто мы не обращаем на это внимание. Мы питаемся в столовках, в забегаловках, фастфуд, там, хот-дог, там, и так далее. Хот-кот. Ну, то есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что мы должны думать, кто готовит. И часто пища, которая в столовках мы едим, она делается из полуфабрикатов. То есть, заготовки там идут. Заготовки, а заготовка может лежать несколько дней. Ну, как минимум, несколько часов. И эта пища уже нездоровая. Она не приносит ни здоровья, ни счастья. Поэтому нужно также чувство вкуса содержать в норме. Лучше, чтобы человек готовил дома. Ну, что, лучше кушать дома, если есть возможность. Нет возможности, тогда надо кушать там, где получше готовят. Ну, уделять этому внимание какое-то в своей жизни. Это очень важно. Это влияет на наше сознание, на наше настроение. Дальше. Чувство обоняния. В древней культуре, в едической культуре, очень большое внимание уделяется тому, чтобы чувство обоняния соприкасалось с теми запахами, которые успокаивают. Так, например, арома масла, сандала, который успокаивает ум. Сандал успокаивает ум. Мята успокаивает ум. Дальше. Шафран. То есть шафрановое масло. Можно ладан использовать, допустим, и так далее. То есть есть разные масла и также арома благовония, как называется, или аромопалочки, ароматические палочки, которые дают запах дыма. С такой сладковатого вкуса. Сладковатый запах такой. Ну, успокаивает. Сладкий вкус. В основном все эти масла и дым излучают сладкий вкус. Сладкий запах, сладкий вкус. Ну, то есть идея в чем заключается? Что эти масла, если в квартире чуть-чуть, как бы, а есть это, запах создается именно не... Каждый человек имеет свой запах. Когда человек гневается, то запах меняется тела. Это все остается в квартире. И поэтому, допустим, особенно если кто-то гневался в квартире, мы зажимаем, зажигаем вот эти вот благовония или ароматические масла. Мне больше нравятся ароматические масла, потому что благовония, в конце концов, начинают раздражать слизистую носу. То есть это не самый лучший вариант, как мне кажется, ароматизации квартиры. И ароматические масла надо жечь тоже очень мало, как бы, потому что слишком много, когда их в атмосфере, они сильно могут перевозбудить ум, и человек нарушится сон, там, и так далее. Это сильное воздействие на организм. Но таким образом надо уделять этому внимание, чтобы на обоняние тоже воздействие шло, потому что в конечном счете это делает атмосферу более спокойной в квартире. Мы меньше ругаемся, меньше ссоримся, когда спокойная жизнь. То есть спокойная музыка в доме постоянно играет, спокойные цвета, дальше аромат какой-то постоянно излучается. И это все способствует атмосфере счастья, спокойствия в жизни. Я хочу также в связи с тем, что мы говорим об уме, представить вам методику, которой я занимаюсь уже 15 лет. К счастью, сейчас уже пришло время говорить о том, что я занимаюсь этим уже так же и с научной платформой, с научной точки зрения, потому что сейчас, я пока в секрете это все держу, но начинается научная деятельность в кристаллотерапии. Это направление уже изучалось в Англии, во Франции даже есть колледж по кристаллотерапии. Но, тем не менее, очень мало научных данных в современном мире по этой методу лечения. То есть сейчас уже на одной из кафедр мединститутов, то есть в одном из мединститутов, мы начинаем писать кандидатскую диссертацию по кристаллотерапии. То есть, соответственно, статьи начинают писаться. То есть в ближайшие дни будет доклад об этом сделан. То есть идет процесс внедрения в науку этого понятия кристаллотерапии. Хотя, если говорить о вообще, то есть о том, лечился ли народ камняни, то это лечение известно с древних времен. То есть люди в трудах голена и так далее, во многих трудах, в том числе авиацены и бензины, описаны употребление, ну то есть использование камней. Причем использование довольно широкое. В Арубиде до сих пор используют камни в виде порошков. Воздействие капитальной силы имеет. Например, порошок бриллианта может убить человека в определенной дозе. Знаете об этом? Что камни, они обладают огромной силой влияния на человека в целом. Проводились такие эксперименты, что когда определенно, ну очень большой изумруд ставят перед глазами кобры, то она слепнет через несколько минут, глядя на этот камень. Представьте себе, какой силы воздействия имеют камни на человека. Ну то есть и так далее. То есть есть много примеров того, что они действуют. Но 15 лет я уже изучаю влияние камней на человека. И сейчас мы начали собирать статистику, то есть научный материал по нескольким направлениям. Например, если ставить белый коралл, 10 карат на указательный палец или кошачий глаз, то это сильно влияет на дыхательные пути. То есть очень часто бывает так, что поставив белый коралл на указательный палец у человека, у которого есть серьезные расстройства, нарушения дыхания, то есть у него или астма, или у него, допустим, склонность к различным аллергическим заболеваниям или хронический бронхит, то буквально через несколько минут уже человек начинает дышать лучше. И у многих приступы астмы уже не возобновляются. То есть просто поставив камень на палец, мы добиваемся такого результата. То есть часто это происходит именно так, а часто люди чувствуют значительное облегчение в этих вышеперечисленных заболеваниях. Также отмечено, что люди, которые носят белый коралл на пальце на указательном, практически не болеют вирусными инфекциями. Я могу сказать это касаемо себя. Потому что я постоянно работаю с людьми, и когда идут эпидемии, все врачи знают, что склонность к вирусным заболеваниям при постоянном контакте с пациентами возрастает во много раз. Я не болею вирусными заболеваниями уже много лет, потому что я ношу вот этот белый коралл у себя на указательном пальце. Я привожу просто примеры. Мы работаем с порядка 40 наименованиями камней. Мы их серьезно изучаем, прежде чем покупить. То есть у нас есть свой поставщик камней, который специально камни находит породы. Он их сам обрабатывает, и мы растамаживаем это и в Индии этот человек. И он со всего мира собирает камни, потому что сам, потому что следует знать, что если говорить о драгоценных камнях, допустим, то большинство из них, перед тем, как выставлять на продажу, камни прогреваются в масле в течение двух недель их варят. В результате эти камни сильно улучшают цвет и полностью теряется всякое лечебное действие. То есть они становятся как пластилин. Никакого лечебного эффекта они не имеют. И также следует знать, что половина продукции таких камней, как, допустим, топазы и так далее, вообще искусственные. То есть это камни, искусственно выращенный кристалл, не работает в плане лечения, проверено. То есть не действует так, как действует натуральный камень. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что мы пытаемся сначала получить те камни, которые действительно действуют. В лаборатории несложно определить искусственно, это камень натуральный, гретый, не гретый. Это вопрос экспертизы. И вот именно натуральные камни, не гретые, а просто обработанные механически, они оказывают свое сильное воздействие на организме. И именно про эти камни я вам сейчас рассказываю. Ну то есть дальше я просто перечислил те направления, с которыми мы уже работаем. И в ближайшее время выйдут научные статьи журнала ХОАК на эти темы. То есть векитососудистая дистония и красный гранат 10-каратный. То есть безымянный палец мы ставим красный гранат и коррекция артериального давления происходит у людей, которые страдают векитососудистой дистонии. По этой теме сейчас как раз и будет писаться кандидатская диссертация. Дальше следующее направление. Гомет или хизонит. Если ставить на безымянный палец, то большинство людей, у которых повышено давление, давление снижается. То есть если гипертония невыраженная, то с помощью камня, который носится на безымянном пальце или правой, левой руки, в зависимости от того, как человеку больше подходит, реально улучшаются показатели артериального давления гипертоников. Тоже мы сейчас работаем в этом направлении. Есть несколько камней, которые влияют на мигрени. Ну то есть улучшаются мигрени. Все эти камни ставятся на средний палец, и они синего цвета. Это синий корунт, иолит, это такая сапфировая порода тоже. Дальше аметист, аквамарин. В основном вот эти вот камни, они мы используем для того, чтобы выбрать человеку с мигренью. У многих людей практически нет головных болей. Или они проходят, или они минимально беспокоят человека. Просто потому, что он носит этот камень на среднем пальце, больше ничего не делает. Ну и так далее. То есть очень эффективное использование желтого корунта. Корунт – это порода драгоценных камней, непрозрачная. То есть есть, допустим, желтый сапфир – прозрачный камень. Есть желтый корунт – это та же самая порода, непрозрачная. Мы используем 10-каратные камни. 10-каратный желтый сапфир будет стоить 200 тысяч долларов. А 10-каратный корунт, желтый, стоит вместе с тростоможкой всего 20 тысяч рублей. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что... И мы увидели, что эти корунты работают. Работают хорошо. То есть они реально помогают. То есть вот этот желтый корунт при постановке на указательный палец лечит депрессивные расстройства. То есть если у человека есть такая склонность, мы добиваемся эффекта, поставив на указательный палец вот этот камень. И так далее. То есть есть много чего. И все заболевания, которые мы можем, на которые мы можем влиять с помощью камней, мы буквально в течение двух дней выставим на сайте torsnov.ru. Там есть раздел лечения камнями. Там будет перечень заболеваний, перечень камней, которые на них влияют. Можете скачать себе это, изучать, пользоваться. То есть все, что там поставлено, это результат серьезного исследования. То есть не то, что мы так предполагаем. То есть это точно так работает. Значит, меня попросили также закончить вчерашнюю лекцию и поговорить о разуме. Что такое разум, методы его лечения. Согласно древнему знанию, ведическому существует тонкое тело разума у человека. Разум — это психическая структура, то есть структура, которая находится на тонком плане, согласно ведам. Она влияет на состояние ума и является инструментом для работы над собой. Фактически вся работа над собой, все решения, которые человек принимает, все вопросы веры, связаны с функциями разума. Если, образно сказать, ум состоит из характера и эмоций, то разум состоит из знаний, которые мы обладаем. Согласно древним представлениям, в ведических трактатах описано, что существует три центра разума у человека. Один находится в области лба, второй — в области сердца и третий — в области паха. Они связываются с тремя функциями души. То есть у души, которая находится в области сердца, согласно древним представлениям, есть три основные потребности или три энергии, как говорят. То есть первая энергия — это желание счастья или желание любви. Это желание удовлетворяется через центр разума, который находится в области сердца. Мы знаем, что любовь живет в сердце, да? Сердце тебе не хочется покоя, сердце как хорошо на свете жить, сердце как хорошо, что ты такое, что ты умеешь так любить. То есть здесь находится любовь и ощущение счастья тоже из сердца исходит. Дальше следующий центр разума связан с потребностью знания. Устроены так люди, желают знать, что будет. Ну то есть знания, мы все хотим знания. Центр знания находится в области лба. Есть еще третий центр разума, который находится в области паха. И можно реально с ним соприкоснуться с его деятельностью, когда на тебя едет танк. Ну то есть человек пугается. То есть этот центр разума связан с желанием самосохранения или желанием жить. Ну то есть мы знаем, что когда страх наступает, то внизу живота что-то крутит. И есть такая окопная болезнь, когда человек неожиданно обкакался от страха или обписался. Итак, три центра разума. Разум предназначен для следующих функций человека. То есть есть функции разума. Давайте их перечислим. Первая функция. Разум наполняет счастьем ум. Ум постоянно нуждается в энергии счастья. Человек не может жить без счастья. Он постоянно ищет счастье. Когда мы приходим домой, каждый по-своему ищет счастье. Кто-то переключает телевизор. Кто-то садится молиться. Кто-то выпить просто хочет. И снять с себя напряжение. Я как бы вам перечислил поиски счастья в невежестве, в страсти и в благости. То есть поиски счастья в благости это внутренняя жизнь. Поиски счастья в страсти это развлечение. Поиски счастья в невежестве это употребление отурманирующих средств. Но все ищут счастье. Никто не может жить без счастья. Потому что, когда не хватает счастья, умственная деятельность нарушается и человек начинает болеть. Мы знаем, что алкоголики не так много болеют. Потому что они постоянно счастливы. С этой точки зрения. Но при этом они теряют разум. Теряют силу разума. В этом плане опасность больше всего употребления спиртного. Именно человек теряет разум. И мы знаем об этом, что люди, которые выпивают, они теряют ответственность, теряют совесть. Они начинают обманывать. Они становятся ленивыми. У них теряется сила воли и так далее. То есть это признаки разрушения разума. Все, что я перечисляю. Итак, первая функция разума – наполнять ум счастьем. Следующая функция разума – это верить во что-то. Верить во что-то разум. Вера в благости означает верить в Бога, верить в святость, в чистоту и так далее человеческую. Дальше вера в страсти – это верить в деньги, верить в славу, в почет, в успех. Вера в невежестве – это верить в себя и свои силы. Когда человек не в Бога верит, а в себя, это вера в невежестве. Итак, вера – это функция разума. Каждый человек во что-то верит. Если человек говорит, я ни во что не верю, у меня нет такой функции разума, это тоже его вера. Он верит, что он ни во что не верит. В целом нет таких людей, которые не связаны никак с этой функцией. Следующая функция разума – это решимость. С точки зрения… То есть дальше, понимаете, есть цель жизни, она связана с верой. Хотим мы или нет, у нас есть какая-то вера, мы во что-то верим. Кто-то живет для того, чтобы квартиру построить, кто-то, чтобы воспитать ребенка, кто-то живет, чтобы прийти к Богу и так далее. Есть разные виды веры. Энтузиазм человека и решимость зависит от тех целей жизни, которые он имеет. Есть разные категории людей. Одни из них подвержены влиянию семью минутных целей. Они реагируют только на то, что произошло. Это не признак разумного существования. другие ставят задачи на какой-то промежуток времени в своей жизни. Это уже более высокое понимание своей жизни. И третьи люди имеют высшую цель в жизни. У них есть какая-то высокая цель. Это признак разумного существования. То есть в зависимости от того, какие цели человек в жизни ставит, настолько силен у него и крепок разум. И, соответственно, и количество счастья он получает тоже больше. Когда человек ставит цели всеиминутные, он живет в каосе, у него постоянно меняется настроение и понимание вещей. Часто запутывается в своей жизни. Человек должен искать высшую цель в жизни. То есть он должен понять, для чего нужна его жизнь. Какая цель в ней. Это дает делать устойчивым сознание человека. Его ум становится более спокойным. И в целом здоровье улучшается. Потому что, согласно восточной медицине, здоровье человека зависит от состояния ума. Потому что ум регулирует состояние здоровья. Но мы вчера об этом говорили. Следующая функция разума – это решимость. То есть решимость – это движение к цели, по факту. Если человек имеет решимость и энтузиазм, то он живет более активной и радостной жизнью. Если у него нет ни решимости, ни энтузиазма, ни воли. Воля тоже связана с целью. Потому что человек, который не поставил себе цель, он не может действовать правильно. Вот смотрите, допустим, три вида постановки цели у студентов. Первый вариант. Не надо просто сдать экзамен. Поэтому я учу, когда приходит время сдавать экзамен. То есть мотивация учиться приходит перед экзаменом. Экзамен надо сдавать. Это жизнь невежести. Жизнь страсти. Я хочу пятерку. И поэтому я учу экзамен. Жизнь благости означает, я хочу стать врачом. И поэтому я учу экзамен. Понимаете разницу? То есть разная мотивация. Человек, который хочет стать врачом, он пятерку хочет? Или что? Он хочет понять, как лечить человека. И он уделяет этому больше внимания. Иногда приходится больше находиться в работе с практическими вопросами. И хуже знать теорию. Иногда. Человеку, который стремится к знанию, не обязательно, что он будет одни пятерки иметь. Он может иметь четверки, тройки, но он хочет понять, как лечить. И он этому уделяет больше всего внимания. Это означает более высокая цель поставлена. Некоторые люди живут ради пятерок. Но так как у них нет глубокой мотивации, они быстро забывают то, что они выучили. Потому что пятерку получил, до свидания. Раз до свидания, память значит уже тю-тю. Потому что память всегда работает, когда сохраняется мотивация. Если у человека высокая мотивация, он хочет быть врачом. Память в течение всего института сохраняется, потому что ему важно помнить то, что он выучил. Видите, в соответствии с тем, какую цель человек поставил студент, такой результат будет обучение. Это деятельность разума уже. Мы говорим сейчас о деятельности разума. Бывают разумные люди, которые склонны мотивировать себя более высокими вещами. Продолжение следует...